Если есть идеи по благоустройству города, предлагайте. В Магнитогорске стартовала программа «Инициативное бюджетирование». В этом году на поддержку инициатив магнитогорцев из регионального бюджета была выделена 180 миллионов рублей. Напомню, что программа реализуется в Магнитогорске уже второй год. Она разработана партией «Единой России» и поддержана губернатором Алексеем Текстелем и главой города Сергеем Бердниковым. Реконструкция сквера в поселке Железнодорожников стала самым значимым проектором реализации программы по итогам прошлого года. Напомню, в 2021 году из бюджета области Магнитогорску всего было выделено 140 миллионов рублей. На эти деньги было воплощено в жизнь 39 различных проектов, предложенных горожанами. По большей части это были инициативы, связанные с благоустройством строительства и ремонт парков, тротуаров, дворов. Я призываю к тому, чтобы люди у нас участвовали. Это первое, безусловно, самое важное. А второе, вот у нас опыт работы по, еще раз вернусь, к прошлому году, 2021, где поселок Железнодорожников у нас был представлен, где вот они как раз-таки свою сплоченность показали. И не только сплоченность по организации и принятию решения, но еще и поучаствовали, трудовое участие, посадили там елочки, сейчас ухаживают за этим, за всем, следят, смотрят. Ну, то есть вот я думаю, что вот это, наверное, в этом году должно стать более активно. В этом году программа стартовала с начала января и на данный момент уже заявлено 48 инициатив. Сфера разнообразная. Это и социальные объекты, это и благоустройство территории, дворовые территории, то есть абсолютно и проведение мероприятий, спортивных мероприятий, школьной организации массовой, то есть вполне. То есть список не ограничивается, конечно, только благоустройством это тротуары и парковки. Эта программа дает возможности жителям напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения. Для этого нужно создать инициативную группу, подготовить проекты, необходимые документы, провести собрание и заручиться поддержкой жителей благоустраиваемой территории. А затем принести пакет документов в городскую администрацию или направить их через сайт до 1 марта включительно. Как только инициативный проект заходит в городскую администрацию, наша обязанность его разместить на сайте, чтобы каждый житель, каждый заинтересованный в конкретной данной территории, посмотрел, что планируется и как это будет осуществляться. В администрации проверят, не предназначена ли территория под застройку, нет ли под ней сети, не сдается ли она в аренду. В случае, если для воплощения в жизнь инициативы никаких препятствий нет, будет просчитана смета и определена стоимость работ. В конце марта будут рассмотрены поступившие проекты и принято решение по их поводу. Более подробно о том, какие требования предъявляются к проектам и какие нужные документы, можно узнать на сайте городской администрации.